Благодарю. Приветствую вас, коллеги. Действительно, эта тема очень актуальна, и я сама в своё время пережила профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание. Не раз я выходила из этой ситуации. Ну, что сказать? Мы занимаемся чем-то долгое время, какое-то время. Я расскажу, как у меня случилось вот это первое чувство выгорания. Когда вдруг моя родственница пошла учиться на флориста, мне лет уже 40, и через три месяца, она стала, через полгода буквально, курсы длились три месяца, она зарабатывала ровно столько же, сколько я, с моим высшим образованием, с моими курсами. При том, что у меня ученики выходили на международные курсы, а я преподавала вокал, они поступали в консерваторию, в училище. Её доход составлял больше, чем мой педагогический. И тут плюс усталость в конце учебного года, и я ещё подумала. Вот самое сложное время для меня бывало, знаете, какое время? Июль-Август – это то время, когда ты чувствуешь, что ты больше никому не нужен. Июнь, июнь тоже. То есть до конца мая там все концерты, экзамены, конкурсы, все закончились. Ты так работаешь, и вдруг чувствуешь, что ты для себя ничего не прожил, ты для всех что-то сделал, для себя не сделал. Вот это ключевая фраза – для себя. Вот и мы сейчас сегодня разберёмся и с профессией, и с выгоранием. Ну, во-первых, смотрите, есть два вида выгорания – эмоциональное и профессиональное. Эмоциональное – это вообще выгорание. И профессиональное – почему у нас, у педагогов это часто встречается. Но, во-первых, понимание эмоционального выгорания, что состояние психического, физического истощения, сон плохой, ничего вас уже не радует, перестаёт радовать. И обычно эмоциональное выгорание бывает у людей, которые много-много общаются с другими людьми. Профессиональное выгорание, когда человек не просто работает с многими людьми, много общается, плюс ещё накапливается понижение интереса к своей специальности. Вот как со мной случилось, вот когда я подумала, что даёт мне эта профессия, почему я зарабатываю меньше, например, чем флорист. У нас сейчас девочки идут, занимаются маникюром, могут зарабатывать даже больше многих учителей. Ну, сейчас зарплаты чуть стали выше. В то время вот было такое. Ну что, сейчас разберёмся. И тут дело не только в зарплате. Бывает, что или поменьше, но ты чувствуешь себя счастливой. И причины основные выгорания – это общение с большим кругом людей, неоправданные ожидания. Вы ждёте, что сейчас придут, вас отблагодарят, вы столько всякого сделали, там на линейке во время выдачи премии вас оценят, дадут премию, им где-то подойдут и скажут, «Ой, благодарю вас, благодаря вам мой ребёнок поступил» и так далее. Кто-то скажет, а кто-то не скажет. Вот когда мы ожидаем, нам очень сложно и очень больно. И это ожидание, мы строим ожидание относительно своих родных. Вот вы ждёте от родных, что вот вы именно так хорошо к ним относитесь. Они, ну, плохие люди такие, вообще, не ценят ваш труд, не ценят ваши отношения. И с одним из родственников было тоже такое. Я подумала, слушай, ну, не хочет человек делать, ну, это его право. Мне нравится делать ему вот это добро, приятность, что-то. Ну, я буду делать. Не хочешь – не делай. Он же не просит. Нет – не просит. И после этого, вы знаете, мне стало так легко. Я делаю, что хочу и не ожидаю ничего взамен. И понимаю, что я это делаю не для того, чтобы получить благодарность или спасибо от этого человека потом, а потому что мне самому нравится такой процесс. Скажите, с вами вот бывали такие вещи? Если да, то огонёчек нажмите. Когда вы ждёте от человека отдачи, от окружающих. А отдачи никакой. Ну, нет никакой. Ну, как бы вас не оценивают, не замечают. Или привыкли, что вы прямо обязаны так и делать. Вот вы ждёте ответа, и нет. Так вот, друзья мои, перестаньте ожидать обратной реакции. Не скажите себе. Милые, милые, я делаю. Милые, милые, дорогой. Ты делаешь это, потому что самому приятно от самого процесса. Не хочешь – не делай. Да? Ещё напряжение при подстройке. Когда мы... Ваш кейс не похож, выгорание прорастает достаточно долго. Да, это... Вы знаете, как вот выгорало... Идёт долгое выгорание, и в какой-то момент нужен повод, чтобы вот взорвался... Вот взорвалось и пришло вот это понимание. И вот после этого понимания на всё... Вдруг всё стало в сером цвете. Депрессия усилилась, ощущение того, что всё, что-то не так, меня не оценивают, то, да, сё, и накапливается. Вот и накапливалось. Дальше. Напряжение при подстройке, когда приходят к вам люди разного качества, и вы с каждым по отдельности подстраиваетесь. Да? У вас в классе сколько детей? Сколько классов к вам приходит? У каждого класса свой характер. У каждого ребёнка в классе свой характер. Ещё к вам обращаются родители, ещё вы обращаетесь с коллегами, с директором. Надо знать, как с директором разговаривать, особенно, когда плохое настроение, или как заучим. Вот эти моменты создают напряжение, когда вы находитесь вот в постоянном напряжении. Однотипные действия. От них тоже идёт выгорание. Ну, наш мозг хочет изменений. Если мы не изменяемся, то становится неинтересно. Неоценённость. Идеи или действия, которые оценены, как бессмысленные. Как сами оцениваем. Не другие оценивают, а как сами оцениваем. Сейчас очень много от нас требуется документации. Если мы считаем, что эта документация – бессмысленная трата нашей энергии и нашего времени, то от этого мы устаем больше. Если мы им даём другое значение, о, эта документация нужна для того, статистика, чтобы потом сравнить, сделать и так далее, тогда это действие не кажется бессмысленным. И оно нас не истощает. Смотрите, не само действие нас истощает, а то, как мы относимся к этому действию. Иногда сверху приходит срочно, дайте статистику по этому вопросу или подготовьте какие-то документы, в планах внесите изменения. Кого-то это надоедает, а кто-то это прям обожает. Вот документы чистенько, аккуратно всё сделать. Почему? А потому что оценка разная этому же действию. И как проявляется выгорание? Во-первых, утомление, усталость, бессонница, истощение и пищевые нарушения, то есть или переедаете, или аппетита вообще нет. Какие личностные характеристики проявляются при этом? Скудность репертуара рабочих действий. Вот вышли из дому, пришли в школу, провели занятия или в детский сад и пошли домой. Если у вас нет дополнительно других интересов, хобби, какой-то встречи с другими людьми, не устроен отдых или какие-то новые действия, это уже становится причиной. Упаднические настроения связаны с этим эмоции. Все плохо, не оценено, вот опять сейчас будут проблемы. Злоупотребление табаком, кофе, пристрастие к алкоголю, это как бы общее качество. Я думаю, педагоги стараются поменьше, разве кроме кофе, да? Кофе многие любят, я тоже. Но не злоупотреблять, а в меру. Негативная я концепция, когда какая я плохая, ну я же неправильная, ну должна бы я сделать. Некоторые люди вообще любят говорить, дурак я такой или дура я такая. Да нет, друзья мои, вы не дураки, никогда не называйте. Знаете почему? Потому что когда вы называете себя дураком или идиотом, или чего-то, вы сами начинаете делать дурацкие поступки, хочешь не хочешь. Почему? Потому что вы сказали, а сознание пытается оправдать всё сказанное вами. Вы же не обманщик. Вы же не хотите быть обманщиком. Вы сказали, я дура, значит, буду поступать как дура. Вот приказ мозгу. Очень странно это работает, как бы смешно со стороны. Но вот такое есть. Негативное отношение к ученикам. Иногда кто-то не нравится, вот не нравится. И если вы не останавливаете это чувство, то каждый раз этот человек будет вас раздражать. Раздражание перескочит и на других людей. При накоплении раздражения организму очень сложно. Ещё мы часто зависим от других людей, от мнений. Нам хочется, чтобы нас оценили, похвалили. А вдруг вещь, или не оценит, и сделает критику. О, мне-то как? Значит, или я какая-то плохая, или все они бездарно и не оценивают меня. Вот такое ощущение. Мы все, существа социальные, зависим от социальной оценки. И агрессивное чувство по отношению к окружающим. Вот скажите, пожалуйста, когда вас критикуют, что вы чувствуете? Я недавно вот за собой тоже отметила, что когда критиковали мою работу, я два дня не могла... У меня опустили силы просто. Как это? У меня не получилось. Я что-то сделала не так. И это меня очень сильно напрягло. А потом говорю, слушай, милая моя, так ты так сильно зависишь от оценки других людей. Я-то думала, ты уже взрослая девочка. Сама знаешь себе цену. А оказывается, нет. Мы иногда зависим от этой оценки. Да. И нужно признать это. Как только вы это признаете, вы начинаете с этим работать. В стрессе мы переживаем три фазы. Первое. Напряжение, когда вот тревога, что-то вот такое напрягается. Вы начинаете сопротивляться. Это вторая стадия. Сопротивление длится слишком долго или нет победы, вы не можете решить проблему. Потом идет истощение. Все, уже нет сил. Когда вы долго напрягались, ваши действия оказались неэффективными, все идет истощение. Вот в этот момент и начинается выгорание. То есть, в начале вот идут эти подготовки. На первой, второй стадии можно оттуда выйти. На третьем уже сложно. Надо себя вытаскивать более радикальными способами. Ну, давайте я сейчас не буду вот рассказывать, почему все это происходит. Лучше подумаем, как мы можем вот статусно-ролевой фактор. Ролевые факторы очень сильно играют. Семья или семья, или работа. Вдруг чувствуете, я удивляю время, много работе, мне же надо, у меня там ученики, у меня там дети, а у меня, собственно, ребенок голодный сидит дома. Я не успеваю с ним поработать. Ролевой конфликт. Я же хорошая учительница, я же мамой хочу быть хорошей, или папой хочу быть хорошим. Не получается. Или после проверки вот такой стопки тетради, или сейчас электронные задания каких-то, не остается сил на семью, или наоборот, уделили время семье, провели с ребенком и не успели хорошо подготовиться к уроку. Вот это ролевой конфликт. Следующая ролевая неопределенность. Когда вам обещали какую-то новую должность, вроде вы чувствуете, что вы заслуживаете, а вы ждете, вот когда же сейчас будет. И это тянется, тянется, может, там, заучим назначить, может быть, методистом. Вам обещают, вы ждете, ждете, а реакции никакой. Да, вам, да, вот скоро, вот через месяц, через год, в следующем году и так далее. Это тоже ролевая неопределенность. Ролевая неопределенность – это в семейных отношениях тоже. Встречаетесь годы, много лет уже ждете, вот-вот сейчас буду женой, статус появится какой-то, а вот ее как бы нет. И вот эта неопределенность могут быть совершенно в разных ситуациях, тоже получается. неудовлетворенность. Дальше. Неудовлетворенность профессиональным и личным ростам, несовместимость с людьми, с которыми вы общаетесь, низкий социальный статус, когда вдруг ученики приходят, такие мажоры, сильно ярко одеты, а у вас что-то не то, или даже ощущение лишнего веса. Среди педагогов очень много людей с лишним весом. У меня тоже есть, и у меня среди коллег очень много было, когда я работала в школе, людей. И когда смотришь на них уже более глубоко, ты понимаешь, что у каждого из них есть своя психологическая проблема. Просто так люди не полнеют. Этому есть свои причины. Психосоматика психологически в том числе. Отверженность в значимой группе, когда вас куда-то не принимают. Вдруг по другу раньше с вами общались эти коллеги, друзья или кто-то, и перестали. Так. Ну что ж, как же мы будем решать этот вопрос? Я думаю, сейчас это интересней, более интересней. Так. Во-первых, надо диагностировать причину выгорания или стресса. Найти конкретную причину. Это из-за общения с людьми. У вас не хватает энергии, просто банально надо отдохнуть, может быть. Может быть, нужно расширить компетенции, вам скучно стало на работе. От чего? Вот после того, как мы сделаем диагноз в какой-то причине, мы сделаем программу исцеления, по каждому из пунктов напишем, и спланируем действия, которые нужно сделать. Спланировали, и обязательно действовать. Некоторые люди на стадии планирования останавливаются. Это очень мало. И давайте начнем с баланса жизненных ролей. Давайте вот что сделаем. Я надеюсь, у вас ручка бумага с собой есть. Вам вот такая жизненная роль. Вот табличка, да, такая есть. Игорь, вы так интересно задавали. Простите, но вначале стоит определить, есть выгорание или нет. Если человек устает, и ему не нравится на работе, или у него выгорание, или предвыгорание, если сильно, идите ко врачу, определяйте каким-то образом. Мы сейчас пытаемся, смотрите, сделать профилактику, найти способы, при котором можно предотвратить на начальных стадиях. И для этого что мы сделаем? Давайте определим наши личные жизненные роли. Я как личность, я как женщина или мужчина, я как мама или папа, я как жена или муж, я профессионал, я друг. Может быть, у вас есть еще другие роли. Напишите степень удовлетворенности. Ну, давайте для начала длинно, долго не будем. Возьмем самые первые. Я как личность, мне нравишься, я себе нравлюсь, что во мне не нравится. Может, я человек, который не доделываю свои дела, и поэтому у меня накапливается, я как личность чувствую себя плохой. Может, я в последнее время стала злой, вот раньше было все хорошо, степень удовлетворенности, я как личность. Может, я могу проявить себя больше со своими способностями, я не проявляю, я как личность. По десятибальной оцените. И дальше мы пишем, что устраивает нас. Смотрите, я не пишу, что не устраивает. Мы пишем, что устраивает своей личности, что мне нравится, что у меня много способностей, у меня есть альтернативные способы проявления себя, я какими качествами обладаю. Почему? Потому что это наш ресурс. И дальше, опять же, мы пишем не что плохо, а что я могу улучшить. Когда мы задаем вопрос, что плохого, мы думаем, фу, я такой плохой человек и так далее. Нет. А когда мы говорим, что можно улучшить, я понимаю, что у меня есть это вот чуточку, вот маленько есть, но его надо взрастить, никак я могу это сделать. И это уже хорошо. Друзья, коллеги, пожалуйста, напишите в чате, что лучше обновить, если звука нет, потому что всем другим вроде слышно. Я как женщина-мужчина, степень удовлетворенности, я как женщина, удовлетворяю себя? Не удовлетворяю? Красивые или некрасивые? Если я проявляю себя как женщина, в женщинственности есть или нет, тогда что меня в этом не устраивает? Может, мне не устраивает, что я уже слишком долго одеваю брюки, а мне хочется юбочку, но тогда вы пойдете купите каблучки небольшие и начнете ходить по-другому. Почему? Потому что внешность изменилась, это влияет на ваши действия. Это поможет? Может быть, поможет. может пойти на встречу с друзьями, с подружками, может мужа на свидание пригласить, вместе пойти вспомнить вот это состояние. Если уделить немножко времени своей женственности, может, вот это устроит, и вы сможете. То есть, вот, а насколько я себя удовлетворяю как профессионал? Может, я как профессионал себя прекрасно чувствую, но поскольку я мало уделяю времени мужу, мне эта работа ужасно чертела. Муж недоволен, каждое утро, когда собираюсь на работу, он говорит, да хватит тебе эта работа, надоело, ты бы раньше пришла домой неизмотанная, да, а вам нравится ваша работа, что надо сделать? Вот поэтому мы смотрим, оценка важности, вот левая стопка, что для меня важна, важна, во-первых, я как личность, я как женщина, я как профессионал, на какое место вы в жизни сейчас ставите себя? Вот просто оцените, где вот на данный момент жизни какую роль я для себя выбрала важнейшей? Да? И тогда, когда заполните уже более свободным времени вот эту таблицу, вы сразу поймете, что можно улучшить. Мы могли бы прямо сейчас сделать, но тогда у нас вебинар, это был бы мастер-класс и длился бы три часа, а не час. Поэтому я сейчас пойду дальше, но у вас эта таблица есть, и вы понимаете уже, как можно с ней работать. Дальше нужно обязательно описать, что мы желаем. Почему? Иногда мы недовольны, потому что мы не знаем, что мы хотим. Или то, что нас приносят, не удовлетворяет нас, потому что мы не озвучили, чего мы хотим. Вы, когда идете в ресторан, в кафе, вам приносят меню, и из имеющегося вы выбираете что-то. Вы можете, например, сказать официанту, а знаете, принесите мне что-нибудь на ваш вкус. Он приносит на ваш вкус и говорите, фу, как плохо вас готовят, потому что у вас вкусы разные. Может, ей нравится нечто соленое, а вам острое нравится, или наоборот. Поэтому сами выбирайте, давайте вселенной свой заказ конкретно, что я хочу. Поэтому берем опять ручку и бумагу и пишем, чего я хочу от жизни, что я хочу в данное время. Дальше кто меня окружает. Выгорание зависит от того, кто нас окружает. Вот напишите, пожалуйста, вас устраивают люди, которые вас окружают. Если устраивают, ставим плюсики. Если есть люди, которые вас раздражают хоть чем-то, поставьте минусики. В чате интересно. Плюс, минус и есть плюсы. Есть люди, которые вас и плюсы. Отлично. Вот чаще плюс-минус. Что мы делаем? Кто меня окружает? Вот окружение играет огромную роль. Вы можете выбирать, с кем общаться, с кем не общаться. Единственное, вы не можете выбирать детей, которые к вам приходят в класс. Они пришли в класс, и вам ничего не остается, как найти с ними язык. А вот это как раз и кейс профессионала. Если вы профессионал, педагог, то вы идете искать с ними способ общения. Но с другими людьми, друзья, коллеги, соседи, вы можете выбирать, с кем много общаться, с кем поменьше. Или даже если кто-то вас раздражает, и именно там вы теряете энергию, вы можете не просто говорить у меня выгорание, а поработать над отношениями с одним человеком. Смотрите, если выгорание, это непонятная такая жижа, болота, непонятно что, если вы определяете, мне плохо каждый раз, когда я общаюсь с этим человеком, тогда я начинаю разбираться, а почему мне плохо с этим человеком. Я сузила поиск, сосредоточилась на чем-то одном, я начинаю выстраивать с этим человеком другие отношения. Я смотрю, как я могу улучшить отношения с этим одним человеком, у меня выгорание куда-то улетучивается. Почему? Потому что бывают такие ситуации, что меня ожидает, что при этом я буду чувствовать, вот когда я хочу, чтобы как было, кто будет меня окружать, и что при этом я буду чувствовать. И вдруг, когда вы задаете при новых обстоятельствах кто меня будет окружать, вы начинаете понимать, каких друзей хотите вы найти, где вы с ними можете встретиться, вы ищите места, где с ними можно встретиться. Может вас интересуют художники, вы идете или на рисование, или на выставку, или в какой-то кружок находите способ, или чат находится, где общаются художники, или люди, которые ходят на выставку. Вы с ними обсуждаете, у вас меняется полностью жизнь, потому что эти новые люди вас выводят в новое окружение. И подумайте, что при этом будете чувствовать, что я готова для этого сделать, чтобы вот у меня жизнь изменилась в эту сторону, потому что выгорание это о том, что я хочу из этого выбраться и попасть сюда. Так вот определите, куда вы хотите попасть, чтобы выстроить маршрут. Понимаете, о чем дело? Описание желаемого, чего я хочу, от чего я готова отказаться, потому что все равно придется от чего-то отказаться. Насколько это важно для меня прямо сейчас? Если от 8 до 10 баллов, продолжайте, а если оказывается, что ну нет, не важно это для меня сейчас, тогда вы говорите, а что другого я хочу? А что для меня сейчас важно? Важно, чтобы в семье была хорошая обстановка, отлично. Важно, чтобы у меня класс хороший был, чтобы я чувствовала себя молодой, может, мне важно сейчас позаботиться о здоровье. и вот от этого вы будете как бы будем плясать, как говорится, будете выстраивать маршрут свой, чтобы не выгорать. Дальше мы строим конкретный план по конструктивным изменениям. Кто мне в этом поможет? В любом случае вас должны окружать люди. Какие знания и навыки мне нужны? А давайте посмотрим, друзья мои, как вы думаете сейчас, прямо сейчас, чтобы вы были более счастливым человеком, какие навыки дополнительно вам нужны? Написите в чате. Интересно посмотреть. Для меня, например, сейчас, чтобы быть счастливой, что более комфортно себя чувствовать, надо научиться расставаться со старыми вещами. Я некоторые вещи берегу, смотрю, мне жалко их выкинуть, а надо бы выкинуть. И чтобы улучшить свое пространство, освободить пространство, надо это выкинуть. Вот мне жалко. Стрессоустойчивость, рационально распределять время работы, быть веселым человеком отлично. Ага. Какие еще идеи, кому что еще нужно? Смотрите, вот, организация времени, не огорчаться по пустякам, умение планировать. Кстати, кому-то может нужны какие-то вещи, кому-то для полного счастья нужен сад, огород, для кого-то кошка, для кого-то любимый человек, для кого-то поехать в Испанию отдохнуть. Какие ресурсы у меня есть для этого? Например, чтобы не огорчаться по пустякам, чтобы организовать время или стать стрессоустойчивым, какие ресурсы у вас для этого есть? Финансы, может, время, вещи, предметы, одежда, может, есть знакомые, которые этому обучат, может, вы накупили курсы у себя в компьютере, они хранятся, а вы не можете этот вопрос решить. Находить что-то, что улучшает настроение, отлично, из любого негатива уметь находить позитив. Смотрите, кто вам может в этом, что может помочь? Иногда кто-то вот из любого уметь находить позитив, есть такие люди, что они везде находят этот позитив. Может, вам стоит пойти просто с этими людьми пообщаться, понаблюдать, позвонить такой подруге и сказать, пошли вместе погуляем на природу, выйдем в парк, посидим мороженого, покушаем, заодно и пообщаемся. Даже можете сказать, слушай, у меня вот такая ситуация, я хочу найти в этом позитив. Научи меня. Вот что ты видишь, не просто научи, а что в этом есть позитивного. И эти люди абсолютно бесплатно, ваши друзья, наверняка вам это сделают. Даже платы не надо, вы просто идете, считываете с этого человека его информацию. Свободное время. Ну, свободное время, это уже тоже умение как-то корректировать. Может, надо вот в этом случае пойти посмотреть какой-нибудь курс или какое-нибудь видео по тайм-менеджменту. Как высвободить время, сократить какие вещи. Так, я такая, некоторые коллеги иногда только подходят, потрогают меня, зарядиться позитивно. Вот, Майя Стоянова, отлично. Бывает и вот такое, что вы для кого-то, для людей вот такая зажигалочка, что они от вас получают позитив. Смотрите, находим ресурсы и пишем к плану, как мы можем из этого состояния выйти. Какие три действия я сделаю сегодня? Во-первых, вы планируете несколько действий и думаете. Почему? Потому что как только вы приняли решение, надо хоть что-то сделать. Если вы сейчас не сделаете, то вы об этом забудете надолго. А если вы прямо сейчас сделаете, то это запомнится. Друзья мои, что-то стало темно, я сейчас свет включу. У нас солнышко за точки спряталось. Вот сейчас получше. И спрашиваем, а к какому результату эти действия меня приведут? К тому ли, что я хочу? И сколько времени нужно для реализации этого плана? Иногда кому-то нужно кто-то хочет, что я хочу научиться вышивать, вышить что-то такое. Я хочу нарисовать, научиться рисовать. Вот сейчас у меня цель, лично у меня, нарисовать световую мандалу. Я понимаю, что для этого мне нужно распечатать схему, карандаши уже есть, и уделить час-полтора времени этому. Как это сделать? Как раз сегодня я поговорю и про световые мандалы. Такой очень интересный инструмент. Вот так. Вы можете взять и составить такой план. Следующий важный момент – это колесо баланса. Когда наша жизнь многогранна, она состоит из нескольких частей важных моментов. Вот здоровье важно? Важно. Финансы важны? Еще как важны. Карьера тоже. Саморазвитие, духовность, отдых, отношения, семья. Может быть, у вас еще будет какой-то значимая вещь. вот здесь в колесе баланса мы тоже отмечаем по десятибальной системе. Устраивает ли мне мое здоровье на данный момент? Да, нет, по десятибальной на десять баллов, на девять баллов, на пять баллов. Финансы устраивают на сколько? Карьера на сколько? Саморазвитие на сколько? Духовность, отдых, отношения, семье? И начинаем думать насчет здоровья, что я могу сделать? Может пойти к врачу провериться, сдать анализы, может просто заняться каким-нибудь спортивным действием, больше движения тела дать, а может просто подышать чаще воздухом. Иногда нахождение на воздухе, на природе дает такой заряд энергии, может кому-то просто выспаться. финансы. Если финансы не устраивают, так я задаю вопрос, а как я могу в своей профессии получать больше финансов, если меня не устраивают? Если устраивают, все хорошо, пропускаем, идем дальше. Если не устраивают, как я могу? Повысить категорию, тогда стоимость моего часа будет больше. Я могу создать свой блог, где в интернете делюсь своими знаниями за счет это дополнительно получить. Репетиторство есть, есть. Как я могу свои знания приложить еще в чем-то. Может параллельно какую-то другую профессию включить с моими знаниями как самозанят и доработать в этом отношении. Например, я учитель математики, очень хорошо разбираюсь в бухгалтерии, кому-то могу с бухгалтерией помочь. Почему бы нет? Может можно пойти дополнительно какие-то курсы и принимать дополнительные заказы по этому. Каждый человек выбирает в меру своих интересов. Может вы учитель русского языка и вы очень хорошо можете редактировать тексты. Может какой-нибудь писатель обратится, что вы редактор и можете взять книгу нового писателя и отредактировать его. Дополнительные финансы, конечно, дополнительные. Новый интерес, новое расширение компетенции, да. Карьера. Хотите стать выше, вот хотите заучим, стать директором, значит, надо доучиться менеджменту. Вы составляете план, вы ставите, а куда я могу расти, а как я могу расти, а почему моя карьера меня не устраивает. Саморазвитие. Что я хочу развить? какой-нибудь навыки, приобрести качества психологические, может, мне не хватает духовности, вот, почаще бы в церковь ходить кому-то, кому-то, вот, проявить свои душевные качества, заботясь о кошках, собаках, или что-то такое, отдых, отношения, семья, вот, отношения с коллегами, семья, романтика, то есть, все эти моменты создают целостность нашей жизни, когда чего-то здесь не хватает, то страдают все остальные, все остальные перестают радовать жизнь, вот, у вас достаточно денег, карьера хорошая, саморазвитие, но у вас плохое здоровье, как вы себя чувствуете? Плохо, все прекрасно, здоровье хорошее, все хорошее, разлад в семье, с ребенком что-то не так, ну, начал упрямиться, что-то такое, получается, вот, все остальное перестает радовать, да, но при этом все остальное может помочь поднять эту сферу, да, если мы отдыхаем, то можно восстановить здоровье, если с ребенком плохо, мы строим, мы думаем так, как отношения выстроить с ребенком, чтобы идем на саморазвитие, с помощью саморазвития, с помощью, может быть, совместного отдыха, где-то восстанавливаем отношения с ребенком и повышаем вот эти, для чего нужно это колесо балансов, мы смотрим, где у нас пропуски, и где у нас сила, с помощью сильной стороны восстанавливаем недостаточную, иногда выгорание профессиональное кроется не в профессии, а вот в смежных отношениях, потому что нарушено колесо баланса. Профилактика. Как мы делаем профилактику? Во-первых, пытаемся осознать свои истинные желания. Какие у нас истинные желания? Вот что я хочу? Каким образом? Что я хочу? Я хочу отдохнуть. И тогда задай вопрос. И что будет тогда, когда я отдохну в уединении, я никого не буду слышать? Что будет тогда, когда ты не будешь слышать? Меня никто не будет раздражать. Хорошо. И что будет, когда тебя никто не будет раздражать? Я наконец-то могу успокоиться. что будет, когда ты успокоишься? Я смогу не думать о других. И что будет тогда? Я наконец-то смогу думать о своих собственных делах. И что тогда? А я составлю план, я давно хотела научиться чему-то или сделать, пойти в путешествие. Да, и что тогда? Я куплю билеты, найду тур, куда надо, и поеду отдохнуть. И что тогда? Я отдохну и я буду счастлива. Вот да. То есть пока оказывается, что мне нужно отдохнуть, поехать куда-то на море и быть счастливой. Вот если я счастлива при том условии, тогда мне этот человек раздражает. Почему он меня раздражает? А потому что я давно на море хочу. Да, вот истинные желания. Или мне просто надо быть счастливой. Что еще меня делает счастливой? Меня сделает счастливой, когда я нахожусь у воды. А есть поблизости вода? Да, река. Я могу прямо сейчас пойти к этой реке постоять? Да. Насколько это мне успокоит? Ну, на 8 баллов хотя бы восстановит мои силы прямо сегодня. Я иду к этой реке, постою, если зима, подышу водой просто, если лето, можно войти поплескаться, набраться силы. Понимаете? Находите истинные желания, способ удовлетворения прямо сейчас чуть-чуть успокоить и дальше составить план на конкретное достижение желаемой цели. Целеполагание, создание мечты. И некоторые люди перестали мечтать. А скажите, вот вы все еще мечтаете? Вот кто, у кого есть мечта, поставьте плюсики. У кого нет мечты, поставьте минусы. У кого нет мечты, поставьте минусы. Ну, прекрасно, друзья мои, о, много мечт. Прекрасно. Вот сейчас те, кто поставит минусы, у вас выгорание, понимаете? Пока у вас есть мечты и желания, вы, может быть, устали, просто устали, состояние предвыгорания. А если у вас минус, тогда у вас выгорание. Да? Вот вам нужно из этого состояния выходить. Мы перестаем мечтать, когда перестаем верить в чудеса, когда перестаем верить, что что-то изменится. Помните вот этот стресс три шага? Вначале мы сопротивляемся, нам не нравится, потом мы сопротивляемся, потом устаем от сопротивления и все, истощение. Вот минус это состояние истощения. Умение выстраивать личностные границы. Иногда на вашу голову садятся и родственники могут и свесим ножки так хорошенько. Начальство может видеть, что вы хороший ответственный работник и нагружать вас большим количеством заданий, даже сверхурочным. Бывает такое? Конечно бывает. Вы устаете, а сказать нет, не можете. кто-то с вами начинает говорить по телефону, вы хотите пять минут поговорить, а говорить тридцать минут, сорок минут, и вы никак не можете остановить этого человека, обидеться или что-то. Это нарушение личностных границ, да, это нарушение ваших границ, потому что вы готовы уделить пять минут, а у вас крадут полчаса. Ваше время украли. Вот научиться сказать, ой, извини, по другой линии звонят или что-то, у меня больше нет времени, я тороплюсь, меня ждут или что-то такое. Остановить это тоже способ защитить личные границы. Личные границы, чтобы не заходили на ваше пространство, чтобы не рылись в ваших вещах, чтобы не требовали от вас больше, чем вы готовы отдать. вот это нарушение личных границ. Умеете вы это делать? Иногда люди начинают шутя, радостно с вами разговаривать, а потом вы видите, что они запомнили все ваше пространство, всю вашу жизнь, они за вас решают и какие-то вещи, дают советы, которые вы их не просили. Это тоже нарушение личностных границ. Поэтому нужно научиться выстраивать личные границы. Вот до каких пор я этого человека подпускаю к себе, а дальше стоп, стоп, я сама решу, что сделать. У меня ровно столько времени, больше я не могу. Человек опаздывает на встречу, опаздывает, нарушение границ, нарушение. Следующее, расширение профессиональных компетенций. Это очень интересная вещь. Если вас осточертела ваша работа, значит, надо что-то с ней менять. И развитие эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков. Сейчас мы об этом поговорим подробнее. Вот когда мы написали осознание своих истинных желаний, что мне не устраивает, как я хочу, чтобы было, что я готов для этого сделать, мы берем эту таблицу и заполняем. Что мне не устраивает? у меня вот такой-то человек забирает слишком много времени. так мне я устала проверять тетрадки. Мне не нравится то, что дети не слушаются. Вот или что-то еще конкретное. Мне не нравится, что я плохо сплю. Как я хочу, чтобы было. То есть мне нравится, что хочу. И выстраиваем мостик. Что я готова для этого сделать, чтобы прийти к этому состоянию. И пишем план. вот тогда, когда у вас будет план, вы будете действовать что-то. Просто думать, что мне плохо, что мне хорошо, это очень мало. Вот сегодня я вам дала несколько таблиц. Друзья мои, если у вас серьезно этот вопрос волнует, скачайте слайды, возьмите эти таблицы, просто по этим таблицам заполняйте, и у вас выстроится план выхода из стрессовой ситуации. Вот как мы выстраиваем личностные границы? Круг общения, время общения, время, когда вы вне доступа. Например, вы пришли с работы, родители начинают и начинают вам звонить. Вы говорите после восьми часов я недоступна. Я буду доступна утром, когда пойду на работу в 7.30, 8 или со скольки у вас начинается работа. Все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите, я потом их прочту утром и отвечу, когда придет это время. Вы можете предупредить и не отвечать. Звонят, не берете трубку. Или только что можно сделать. Иногда бывают всегда экстренные случаи. У вас в классе найдется какой-нибудь родитель из родительского комитета, кто тогда они должны общаться с вами через кого-то. Если какая-то экстренная ситуация, они пишут, вы можете почитать, посмотреть, но в других случаях вы просто не отвечаете. Задал вопрос, даже позвонил, вы взяли, хорошо, я услышала, я отвечу вам завтра, сейчас я отдыхаю. Все, я отдыхаю. Время отдыха и пространство, при котором вы отдыхаете, необходимо. Сейчас очень сложно учителям во время перемен отдохнуть. Перемены вроде бы для детей дети бесятся, а учителей это нормально, что дети бесятся. Они должны бегать, прыгать, отдохнуть, потому что все время сидеть ровно на пятой точке, это не естественно, это против здоровья. Они должны компенсировать это на перемене, хуже, когда они продолжают сидеть с телефонами. Так вот, учителю тоже нужно отдохнуть. Иногда попросить детей выйти в коридор, закрыть класс на три минуты, на пять минут, уединиться, просто необходимо. Не можете, идите в учительскую, найдите способ во время работы для отдыха, это необходимо, потому что если вы не уединяетесь хотя бы три минуты, вот так не выдохните, вы будете выгорать, постепенно у вас энергия будет уходить, вот эта утечка идет, и вы не сможете восстановиться. Общение, качественное общение, вот эта таблица я ок, ты ок, очень важная. Когда мы с человеком общаемся с позицией у меня все хорошо, я нормальная, у меня все хорошо, у тебя все хорошо, мы вот так разговариваем. Когда я чувствую, что я хорошая, а вот этот человек, ну он такой, я пренебрежительно с ним отношусь, вот так, что чувствует этот человек? Он чувствует сопротивление, ему некомфортно в этой роли, и он будет вам делать плохо, а вы сами будете чувствовать такое пренебрежение, хочется, избавиться, уйти, вот как бы истряхнуть себя. С другой позиции, когда ну они правильные, ну я виноватая, ну я прямо вот вся такая, это депрессивная, хочется уйти. И этот человек хочет, не хочет, найдется кто-то, даже если не этот человек конкретный, который, если вы же в состоянии жертвы, будет вас тиранить. почему, ну так устроено, в балансе должно быть, если есть жертва, должен обязательно появиться тиран, хочешь, не хочешь, дома, в школе, на работе, на улице, кто-нибудь придет и причинит вам вот это добро баланса в виде тирая, в виде причинения вреда какого-то. если, ой, я так себя плохо чувствую, да все они плохие, ну что за мир, страна плохая и так далее, и так далее. Это позиция пассива, когда все плохо и тоже ничего не получается. Поэтому, общаясь с людьми, мы придерживаемся той позиции, что у меня все нормально и у человека, который сейчас стоит передо мной, и он тоже нормальный, в состоянии понять то, что я говорю, мы в состоянии договориться, особенно, когда коллеги приходят, когда кто-то с претензией, мы в состоянии понять друг друга, договориться и решить любую позицию. Это касательно проблемы с учебой, проблемного ребенка или чего-то, с коллегой, с директором, с кем угодно. собственное достоинство, когда у вас есть и вы уважаете человека, проявляете уважение, вот при взаимном уважении, у вас получается нормальный контакт. Почему? Потому что выгорание получается у людей, которые общаются с многими людьми. Если они в состоянии находиться дисбаланса с кем-то, неуважение и с какой-то стороны, то это приносит к выгоранию постепенному. А если у вас привычка всегда общаться с позицией взаимного уважения, тогда выгорание не приходит, не угрожает, вы не устаете от общения с человеком. И человек в виде вашего доверия, вашего уважения, он пытается оправдать то, что вы на него возлагаете. Ну, что мы делаем? Пишем программу саморазвития компетенции, мы можем расширить наши профессиональные компетенции. Наставничество, может быть, дополнительный профиль, ну, как может быть, учитель музыки, рисования, еще и преподает МХК, расширяет свою деятельность, да, дополнительный профиль. Углубление компетенции, когда вы начинаете в той компетенции, в которой работаете, углубляется. Научное это может быть практическое, создание проектов, каких-то действий, дополнительных. Потому что, когда вы делаете однообразные действия, становится скучно. Когда вы расширяетесь, вот тогда появляется интерес к жизни, а когда интерес-то нету выгорания. Выгорание это про скуку, про депрессию, да, друзья мои. Дальше идет масштабирование возможностей, расширение зон ответственности это уже директор, заучи, может быть, создание собственной школы, может быть, через онлайн пространство, расширяем зону влияния, общаемся с большим количеством людей. И новое профессиональное направление, например, после педагогики, при того, как я 15 лет преподавала, я пошла в психологию. С одной стороны, это расширение компетенции, потому что они взаимосвязаны, с другой стороны, это новое профессиональное направление все-таки, психолог. Кто-то идет совершенно разной сферы, я людей знаю, что филолог ушел и стал человеком, который устраивает праздники и директор круиза. Пожалуйста, то есть новая профессиональная деятельность, иногда это нужно, и вы ищите для себя свое направление, свою программу, которая вам подходит. Организация отдыха очень важна. Во-первых, отдых должен быть многооформенным, многогранным, это для души, для тела, для ума. Можно в одиночестве, кому-то нужно уединение, если вы интроверт, то вам лучше в одиночестве или с небольшой компанией. Кто-то обожает семейный отдых и с детьми, кто-то знакомый, а кто-то любит незнакомых людей. Я, например, у меня есть знакомые, но я люблю общаться с незнакомыми людьми, расширить круг общения, вот с ними что-то найти интересное. Иногда с незнакомыми людьми вы делите свои истории как со священником, то есть то, что не расскажете знакомым, вы можете спокойно рассказать незнакомым, даже есть такой синдром попутчика, когда человек попутчик вдруг открывает душу, потому что они вот сейчас увидели в поезде или где-то, и они расстались, они больше друг друга не увидят, и они рассказали о себе что-то такое, что не могли ни маме, ни папе, ни мужу, ни другу, ни брату, ни свату рассказать. А там рассказали, и вот пошел такой отдых. Вот иногда интроверт может захотеть в незнакомую компанию, чтобы с кем-то поделиться, может быть такой, определите для себя вот это, какую компанию вы хотите, где отдохнуть. Создайте комфортное пространство на работе, кому-то нужны растения, картинки, устройте свою комнату для себя, свой кабинет. Обеспечьте отдых на перемене, создайте качественную коммуникацию, вот это то, что мы делали. Делегируйте свои задания, которые вам не нравятся, вам не нравятся, делегируйте. Иногда некоторые вещи дети делают с таким удовольствием, им нравится, что им поручили важные задания, они сделают. Пусть делают. Пойти куда-то, отнести, позвать кого-то, попросить, может в интернете на страничке класса что-то выложить, сделать. Многие вещи с тобой с ним делают члены родительства, родительского комитета, используйте новые методики, потому что новое направление вносит интерес. Позвольте судьбе быть шаловливым ребенком иногда, поменяться местами с учениками. Очень интересно посидеть на задней партии, на последней партии, сказать, а сегодня давайте кто будет учителем? Пять минут пусть кто-то будет учителем и прямо вот так как учитель, а вы понаблюдайте, что там происходит и пошалите как ребенок. вы станете своим человеком для ребенка и когда вы еще входите в состояние ребенка, вы восстанавливаете свое душевное состояние. И обязательно физкульт минутки не пренебрегайте, это полезно детям, вдвойне полезно вам. где взять ресурсы энергии, когда не хватает дыхательная практика Стрельниковой. Знаете, что это такое? Давайте сейчас два слова. У Стрельниковой это циклы резких вдохов. Четыре вдоха, восемь, шестнадцать, тридцать два, уже постепенно, когда увеличиваются они, на сжатии носиком вдыхаем, четыре вдоха, когда вы делаете движение вдыхаете, заполняется нижняя часть легких. Есть дыхание один, четыре, два, то есть это вдох секунду, резкий вдох, четыре секунды задержали и две секунды выдоха, да? И делаете такое. Есть, вот, даже с детьми прекрасно, есть упражнение на насосе, вам прямо сейчас нужна энергия, хотите что-то сделать, а нет, делаем, делаем рукой как бы насосиком, тянем, вот, тянем, это вдох носом и выдыхаем из живота, да, тридцать шестьдесят секунд. Есть противопоказания, если у вас высокое давление, делайте десять секунд, да, пять-шесть подходов и все, это не поднимет давление, но вот тридцать шестьдесят секунд не надо делать. Вот взяли хорошо. Есть практики для успокоения. Квадратное дыхание, это четыре квадрата, что у нас? Вдох-задержка, выдох-задержка, да? Четыре секунды вдох, четыре секунды выдох, четыре секунды задержка, четыре выдох-задержка И 4 задержка. Это квадратная. А есть еще дыхание для хорошего сна. Что это такое? 4 секунды. Каждый цикл начинается с вдоха. 4 секунды вдыхаем, 7 секунд делаем задержку и 8 секунд выдох. Делайте 4-8 циклов. Такого дыхания получается около минуты. Перед сном уже можно даже находясь в постели. Ложитесь на спину или просто сидя вначале, дышите и засыпаете. Помогает успокоить ум, привести себя в порядок и заснуть. Вот такие упражнения. Арт-терапия. Это рисование мандал, танцы, пение. Любое действие, занятие искусством тоже восстанавливает душу, друзья мои. Сейчас распространено вот такое направление. Зентагл и дудли. Дудлинг – это каракули, зентангл – это рисование. Когда вы на краях, в тетради, на полях пишите какие-то каракули, как бы отдыхаете. А я вот, это мои рисунки, кстати, взяла яблоко, нарисовала и заполнила пространство. Это карандашом. А птичку взяла прямо готовый шаблон из интернета. И это пространство заполнило разными каракулями. Когда вы смотрите, какие узоры вы делаете, видите, как узор выстраивается, у вас внутри что-то меняется. Наше сознание отдыхает, переключается на другой вид деятельности. И это восстанавливает эмоциональное состояние. Еще вот я вам говорила про цветовые мандалы. Вот цветовая мандала – это такая штука. Это специальным образом набирается цифровой код. И вот такая табличка у вас есть, например, цветовая мандала на тему «Моя жизнь наполнена смыслом». Я специально подобрала это, потому что в момент депрессии кажется, что смысла нет в том. Мы выгораем от того, что теряем смыслы. Вот когда мы теряем смыслы, можете взять такую мандалу, вот распечатать этот лист, видите, циферки. И возвращаемся назад и видим, какая цифра каким цветом надо покрасить. Вот сблизи смотрите, это что-то непонятное. Отойдете издали, вы увидите красивый цветочек. То есть картина начинается проявляться по-другому. Вы рисуете, потом смотрите на нее, ставите себя в комнату куда-то, и день по нескольку раз говорите, дай мне энергию, восстанови, дай мне понять смысл моей жизни на данном этапе, на данном этапе, потому что смысл жизни у всех есть. И мы рисуем. И еще такая же световая мандала, вот благодарность. Здесь цифр нет, вы просто смотрите по этим цветам, можете перерисовать. Схема есть. Можете просто взять, скопировать, поставить чувство благодарности. Когда мы благодарим, что мы чувствуем? Радость, успокоение. Мы за что благодарим? За то, что умеем. И то ощущение, что нам чего-то не хватает, постепенно растворяется. Ну и снимая помогает вот в таких ситуациях, когда у вас выгорание, усталость, потери смыслов. Кажется, что люди нас не понимают, что нам не хватает внимания. И вы делаете, вот рисуете такие рисунки. Ну что ж, друзья, вам это нравится? И в завершение короткое резюме. Найдите, где тенерается энергию, остановите эту утечку. Найдите новые смыслы, потому что вот когда вы новым интересом занимаете профессию, у вас появляются смыслы. Займитесь упражнениями, которые восстанавливают энергию. Там была арт-терапия, дыхательные упражнения. Расширьте круг общения, интересов, хобби, профессиональной компетенции. Вносите в свою жизнь какие-то изменения. И обязательно гуляйте на природе. Тогда всякое выгорание исчезает, исцеляется. Потому что выгорание – это о том, что нам чего-то не хватает. Вот когда вы сделаете все это, будет то, что вам нужно. Спасибо, коллеги. На этом я завершаю. И приглашаю Татьяну Телегину. Она вам расскажет, как скачать слайды и получить сертификат об участии на сегодняшнем вебинаре. Благодарю, коллеги. Спасибо большое за ваш отзыв. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...